Швейный городок Она бытовая швейная машинка. Можно БУ. Это у нас идет от 4 до 8 тысяч рублей. Либо 50-120 долларов. Желательно, чтобы у нее была такая операция, как петля. И не важно, автомат она или полуавтомат. Также один оверлок. Можно китайский трехниточный. Зеленый он такой идет. За 4 тысячи рублей. 60 долларов. Либо БУ Джанамэ. Четырехниточный за 8-9 тысяч рублей. Это 120 долларов. Обычный домашний утюг почти у всех есть дома. Его мы считать не будем. Ножницы от 300 рублей. Мел, мыло. 10 штук. Это 50 рублей. Сантиметровая лента. Это 20 рублей. Иглы. Одна пачка для бытовой машины. И одна для оверлока. Это у нас в общем 250 рублей. Булавки. От 20 рублей. Шпульки. Для той самой бытовой машинки. 10 штук. Но они по 10 рублей. Нитки. 10 штук. Это 200 рублей. Разные цвета. Линейка метровая. Лекала разные. В общем обойдутся нам 500 рублей. Лапка для кожи. 200 рублей. Лапка для молнии. 200 рублей. Это все идут лапки для бытовой машинки. Двойная игла. Также для бытовой машинки. Для замены распошивалки. Она будет стоить 100 рублей. Прибавим все минимальные цены. Получается у нас 9 990 рублей. Вложение до 10 тысяч рублей. Бюджетное ателье готово. Не судите строго. Так как если очень сильно захотеть. Какое-то время можно так поработать. И помните, шьют не машинки, а вы. Кто шьет уже давно, знает, что при больших масштабах и большой клиентской базе будет тяжело работать на таких простых машинках. Да и попросту они быстро выйдут из строя. Поэтому мы покажем второй вариант ателье. Назовем его профессиональным. Итак, в профессиональном ателье у нас значатся промышленная прямостройка. Можно джек, можно другие фирмы. Это у нас где-то 250 долларов. 17-18 тысяч рублей. Бытовая машинка в основном только для автомат-петли. Это от 9 9500. Аверлок бытовой в основном для кардане. Цена его 13500 и выше. Аверлок промышленный. 4 и 3 ниточный. От 25 тысяч рублей. 380 долларов. Распошивалка. Желательно, конечно, промышленная, но начать можно с бытовой. Это от 22 тысяч рублей. 300 долларов. Парогенератор промышленный. От 14500 и выше. Ножницы хорошие. Это у нас от 800 рублей. Шпульки 10 штук для промышленной машинки. Это 200 рублей. Нитки черные и белые по 5 штук. Это у нас по 400 рублей. С большой намоткой, конечно. Можно цветные, но это по мере работы. Метровая линейка, пластик или дерево. На ваш вкус. От 300 рублей. Иглы на машины. 500 рублей разных размеров. Булавки с крючком. 150 рублей. Это у нас 1000 штук внутри. Лапка для кожи. Лапка для молнии. Лапка для потайной молнии. 200 рублей. Это у нас идут на промышленную прямострочку. Сантиметровая лента 40 рублей. В ней чисто за 2 метра. Подкладочные ткани, клеевые материалы, ручные иглы, шкатулки и тому подобное можно купить отдельно, по желанию. Сумма вложений чуть более 100 тысяч рублей. И ваше ателье профессионального масштаба готово. Также в учет мы не брали аренду помещения. Так как в обоих случаях одной комнаты в квартире для начала будет достаточно. А аренду помещения рассчитывайте уже исходя из вашего региона. Данные цены не придуманы, а взяты с нашего прайса. Также цены могут меняться в связи с курсом доллара. Если у вас есть что дополнить к этим двум вариантам, пишите об этом в комментариях. С вами был Рустам и канал Швейный городок. До свидания.